Всем привет, друзья! С вами Дмитрий. Приветствую на своем канале вас. И у нас сегодня на тесте Lada X-Ray с вариатором, друзья. Все, короче, дождались. Вот она в дилерском центре. И я сегодня на ней прокачусь. Ну, кто меня давно смотрит, те знают, что до моего патриота, которые вот у нас стоят прямо по курсу, у меня как раз-таки был X-Ray. Еще один из первых выпусков. Это, ну, 16-й год. Я тогда купил машину, но с тех пор автомобиль претерпел изменения, но я на нем не катался. И узнав о том, что вот машина вышла с вариатором, с ниссановским мотором, я решил пройти тест, потому что мне интересно, как это едет. Прошлый X-Ray оставил очень благоприятные, положительные воспоминания. Машина прошла 100 тысяч без проблем вообще, как я уже вам рассказывал. Ну вот, сегодня посмотрим, как едет данный автомобиль. Вот он наш красавец. Сейчас я облет сделаю, внешний вид. Ну, а после теста заглянем под капот и посмотрим, что же там у нас внутри, скрыто в недрах этого автомобиля. И вот у нас корма. Так, сразу же опять не исправили просчетик вот этот вот. Мешает подлокотник у нас. Руку туда, блин, приходится неудобно туда, короче, руку просовывать. Так, что у нас по сиденьям, по регулировкам все так же. Все тоже. Ступенчатая регулировка. Вот так. Вот, как-то так. И лифтануть немножко хочу. Так, у нас тут есть лифт. Так, у нас тут электроусилитель уже, да? Да. На этих стоит. Ну, в принципе, полегче. Так. Режим драйв. И поехали. Так, у нас там машинки едут. Сейчас пропустим. И поворотник. Машина совсем новая. 16 километров прошла. Так что вот. Так, стартуем. У нас вариатор. У нас вариатор. Как это писать? Ну, старт вялый, честно говоря. Не знаю, с чем это связано. Может, я неправильно сделал. Так. А скорость уже 100. Так. Ну, отличия от робота, конечно, есть. То есть, если кто смотрел предыдущие у меня обзоры, я показывал Vestos V-Cross на роботе. Там ощущения были другие. И ступенчатость переключения, понятно, что ощущалось. Здесь все происходит довольно-таки плавно, но динамика почему-то не впечатляет. Может быть, потому что машина совсем не впечатляет. На педали задержка есть. Но не очень большая. Не такая большая, как на недавно опробованном мной HV или F7. Там что-то совсем как-то отзывчивость никакая на гашетку. Ну, там. Так, у нас тут 1.6, да? 1.6, да. На автомате 1.6 где-то. То есть, ниссановский двигатель здесь стоит. В принципе, на механике этот движок я знаю, как себя ведет. Хотя у меня был X-Ray с двигателем 1.6 вазовским. Но тестил я как раз с ниссановским мотором автомобиль. Так вот, на механике этот двигатель, он бодрый. А вот на вариаторе... В общем, что-то я пока не понял, короче, куда еще покататься. Так, ну и от 2016 года X-Ray у нас отличается. Отличается он в плане... X-Ray Cross, кстати говоря. Отличается он подвеской. Передняя подвеска. Теперь там коллаборация с Vesta, я так понимаю, была произведена. Новые там рычаги. L-образные, да? Если я правильно говорю, примененные. То есть, вот. Ну, электроусилитель, как уже было отмечено. Кстати говоря, рулежка стала более... Более четко... Роль автомобиль более остро стал реагировать, чем X-Ray предыдущего модельного года. Который еще на B0 был в тормозах, кстати говоря. Ну, это все надо еще прикатывать. Машина еще совсем не обкатана. Так, сейчас разгонимся. Попробую оттормозиться. Интересно. Сейчас с климатом еще едем. То есть, если его выключить, может, по резвее пор. Так, что еще? Если климат выключить, то на порезвее еще чуть-чуть. А, нет, ну, климат, да. Мы сейчас и климат отключим. Вот я хочу вообще вот так вот оценить, как вот со всеми... Со всем, что есть, когда здесь включено. Когда включен климат. Кондиционер. Поскольку это резво. Потому что на моей машине, на моем X-Ray предыдущем, там сильно компрессор не сказывался вообще-то. Все равно динамики хватало. У меня, правда, джеттер там стоял. То есть, там, по резвее откликнул. Немножко три режима было. А потом появилась шайба. Вада Райт Селект, да? Да. Здесь ее нету, потому что коробка на автомате. Автоматическая. Кстати говоря, вот отличия. Вот. И здесь спорт режима нет, я так понимаю, никакого. Да, тут обычно вот такая коробка идет. Из просто вот. У нас вот механический режим есть. Да, и есть. Ну, как у автомата обычного. Вот у нас мануальный режим. То есть, мы ее, в принципе, сейчас можем опробовать, я так понимаю. Так, ну что ж, мы опробуем. Все-таки где-то обычно. Да, вот у нас пятая передача. Сейчас я буду переключаться вниз. Вот четвертая. Кстати говоря, динамику там сейчас и... Вот, вот, вот. Вот, вот это уже, это уже чувствуется. Вот двигатель раскрывается, да. Так, и шестая у нас, последняя. Виртуальная передача. Так, переключаемся обратно в автомат. На панели загорелась ковка. Тинет. И... Номеров нету, так, может, я не притормаживаю. Угу. И вальяжная... Вальяжная динамика опять появилась такая. Так, сейчас попробуем в пол. Вот, в пол педаль. Педаль в пол. Педаль в пол. Сейчас еще раз попробуем. Я не понял. Так, вот, сейчас будем разворачиваться. Так, и, наверное, вот сразу тогда на плохой участок... Да, давайте. Повернем, чтобы нам испытать подвеску на неровностях на грунтовке. Микс Рей, он же позиционируется как моноприводный кроссовер. Вот. С большим дорожным просветом. Вот мы сейчас и проверим, как он у нас, кажется, на ямах. Так. Не жалеем, да? Да, да, конечно. Ну вот. Сейчас мы на убойку. Подвеска упругая. Отрабатывает неплохо. Кстати говоря, шумка, по-моему, улучшилась. Вот чего-чего? Да, там шумоизоляция улучшена. А вот это я заметил. Машина стала более тихая. Это объективно. Так, ну, в принципе, вот, кажется, я понял, как этим управлять. Динамика. Динамика присутствует. Кстати, говорю, ребята. По управлению у нее есть одна фишка. У нее привода. Они теперь одинаковой длины идут. То есть, если до этого ты когда на разгоне, ну, немножко чувствовал, так как это передний привод, ее немножко вело, так скажем. Вот здесь привода уже равно длинные идут. То есть, она уже такая более стабильная. Ну, в поведении на разгоне именно. Какая-то пластмасска резонировая. А, ну, вот все. Я понял, как делать динамику. Надо просто порезть и педаль. Педаль в пол. И появляется динамика. Все, в принципе, разобрался. Первое впечатление было обманчивым. Сейчас на асфальт выезжаем и будем пробовать. Ну, а сейчас место попробовать там. Вот мы сейчас практически с места. Вот педаль в пол. Не забываем, что мотор сейчас не обкатанный вообще. Ну, что до конца добито. Тогда рождаем. Угу. Ну, в принципе, неплохо. Не спортивный, конечно, характер. Ну, и не сильно овощной. Я так скажу. На роботе единственное, вот лично мне, показалось интереснее. Но там ощущаются моменты переключения. Хотя на роботе версии 2.0, в принципе, это все более-менее адекватно происходило. Как вы, собственно говоря, и видели. Вот. А здесь безступенчато, но более вяло. Но если на машине вы не планируете отжигать, то динамики, в принципе, хватает. А вот рулежка, блин, реально стала лучше. Вообще так, по-вестовски. Машина управляется так, как она у нас по... Но крены, друзья, есть. Креи цена больше, чем даже Веста. Забываю я, что у нас нет примеров. Еду по правилам. Ну, динамика есть. Есть более-менее все адекватно. Разгон, к сожалению, мы сейчас замерить с вами не сможем. Но на необкатанной машине я не думаю, что стоит это делать. Данные будут не объективные. В общем, в принципе, в принципе, неплохо. По совсем первым ощущениям я еще не понял. А вот сейчас начинаю уже более-менее понимать, привыкать. И нормально. Шум, как, кстати, реально лучше стал. Если вы на камеру слышите, арки практически не шумят. Двигателя тоже меня особо не слышат. Кстати говоря, тише двигатель педальный в пол. И двигатель работает тише, чем, допустим, тот же самый УАЗовский на предыдущем машине. УАЗовский мотор. Так, это у нас получается максимальная комплектация. Да. И по цене, что там у нас? Так, по цене она в угоде стоит 800... Так, 976-900, по-моему. Сейчас точно посмотрим по компьютеру. А скидки какие-то есть? Там, трейден, допустим? Да, там 50 тысяч по трейдену скидка идет в этом месяце. 30 тысяч идет скидка по кредитованию. Ну и также есть программа первый либо семейный автомобиль. То есть, если у вас это первая машина, ну если последние 5 лет вы не ставили на себя на учет что-то, то при кредитовании на 10% скидка на машину идет. Ну и также, если у вас есть двое детей, которым нет 18 лет, ну они у вас в паспорте записаны, то тоже скидка 10% идет. У нас тут на все X-ray сейчас идет. То есть на Весту, например, таких скидок нет в этом месяце, там 20 тысяч всего. Ясно, ясно. Так, в принципе, скидка. 130 скорость. Мне нравится. А по обслуживанию вариатора вот этого какие-то есть особенности? Ну особенностей нету. Также замена масла идет на нем. То есть по регламенту сейчас в целую вернемся, подскажу сколько. То есть и так конкретно можно так же обслуживаться в любом делере. Вариатор этот проверен. То есть он на конце не алино идет, на ниссанах ставится. Ну сейчас вот весь альянс получается, лады, рену, десант. То есть все его ставят. Много уже на каких машинах он ставился. В принципе, как бы каких-то ямы проблем с ним нет. Ну и немножко его обновили, насколько я знаю. Ну да. Так. Ну еще раз давайте по грунтовке. Прокрасим все. Прокрасим все. Прокрасим все. Так. ESP у нас пока еще не срабатывало. О, ESP отлично. Все. Справляется. Ну что, ребят? Нормально. Приезжайте, потестите. Кому интересно. Вполне себе. Неплохой автомобильчик получился. Я считаю. Под наши дороги. О, не пробила. Класс. Мягенько, кстати, срабатывает ABS. Мягче, чем было. Сейчас вы могли слышать этот момент. Пробой, кстати, все-таки получился. Ну, там уже очень жесткая была яд. Так. И разгон. И обходим. Не, привыкнуть к машине, почувствовать ее и динамику из нее в автоматическом режиме. У вас, получается, получится. В принципе, нормально. Динамические линии так и не появилось. Здесь, да? Угу. Ну, вот. Вместо в этом плане. Переезжают. Камера есть. И парктроник есть. Парктроник только сзади. Да, только сзади. Так. Ну, вот. Так, и вот по голове, что тут изменилось? Здесь стало голосовое управление. Ну, то есть, многими функциями можно управлять чистым голосом. То есть, там, в основном, это, конечно, вот эта немножко другая прошивка теперь. Видео. А, ну, короче, надо с телефоном коннектить и... Да, можно, в принципе, выходить в интернет, то есть, подключая телефон к проводу. Отображается телефон здесь или как это происходит, выход в интернет? Можно посмотреть, точно так, сходу не скажу, еще не пробовали. Короче, еще пока мы не знаем, как это работает, но оно работает. Где-то я обзор видел, по-моему, кто-то показывал. Так что вот. Так, и тогда... Сейчас я камеру возьму. По салону пролетим немножечко. Посмотрим, что тут у нас и как. Тут мягкие вставочки на карте двери. Одноцветная отделка салона, как вы видите. И, возможно, двухцветный вариант, да? Я так понимаю. На заказ. Вот, допустим, оранжевое. Все, что здесь серо, оно может быть оранжевое. От чего это зависит? Это обговаривается при заказе или... Да, можно под заказ конкретно собрать, либо, бывает, приходят, они уже оранжевое, например. У вас вот эта панель, вставка, допустим, тоже оранжевое. Понятно. Так, ну вот у нас здесь... Теперь вот это... Вот так все оформлено. То есть, раньше тут шайба была. Теперь у нас рычаг вариатора. И вот у нас клавиши. Подогрев сидений трехуровневый. Так, это у нас обогрев лобового стекла. И пассажирское сидение. Также обогрев. Так, а сзади у нас что есть? А сзади у нас есть... Да, и зарядка для телефона. Да. Вот у нас... Два подогрева сидений. Так, одноуровневый подогрев, но там три уровня, мне честно говоря, не нужны. Так, значит, да, зарядка. Вот, все. И немножко увеличилось место. Вот это вот. За счет того, что сидения назад отодвинуты. Но это было сделано давно. И я уже вам про это рассказывал. Вот. Ну, обзор X-Ray у меня есть по салону. Да тут, в общем-то, изменений никаких не произошло. Все так же. Все тоже. Все похоже. Панель приборов вот такая вот у нас. То есть, здесь, в принципе, все знакомо, все узнаваемо. Но я слышал, что рестайлинг и салона планируются у них. Вроде бы даже на следующий год. Но врать не буду. Так что так. Друзья, сегодня вот такой вот у нас спонтанный обзорчик. Вот машина появилась. И я решил одним из первых ее протестировать. В принципе, результатом доволен. У нас зарядил дождь. Но это не остановит нас послушать мотор. Так. Как он открывается? Вот так вот открывается. И вот этот рик. Вот так он. Вот так он звучит, друзья. Подкапотное пространство выполнено аккуратно, как мы видим. Ну, это было и раньше. Здесь откровений никаких нет. Все красиво, все хорошо. Автоваз, Рено, Ниссан рулит, что называется. Вот. И движочек, да, слышно, шелестит. Все хорошо. Пашина новая. Давайте выхлоп послушаем. Так, и выхлоп сейчас тогда. Вот у нас двоенный выхлоп такой. Опа, вот. Видите? Ну, неплохо. По-моему, даже лучше, чем у Весты. Ну, багажник заглянем. А здесь все так же. Все тоже. Все так же. Только вот эта наклеечка появилась. Это я, опять же, сравниваю со своей прошлой машиной. Так. И вот у нас запаска. Вот у нас. Целых три отделения получается. Сидения не раскладываются. Можно увеличивать пространство. Так, по ручке у нас одна вот такая по центру. И вот так закрываем, и все. Так, а вот, друзья, что у нас снизу. Вот у нас приводы. У нас защита. И вот там вот видим вариатор. Защита пластиковая. Лучше, конечно, остальное ставить. Так. Новые вот эти вот рычаги и подвески. Так, здесь у нас сетки нет. Тоже, кстати говоря, вот минус. На моей машине предыдущей туда камушки залетали. Помяло соты какие-то. Ну, и здесь тоже вот аналогично. Аналогично. Лучше ставить сеточку. Так, здесь все красиво. Тепловые экраны. Антигравия обработана. И вот, обратите внимание, такой вот ворсовый материал, как в подкрылках. Замушитель. Катализатор там виднеется. И балка. Такая вот. Банка-глушитель. Задняя подвеска. Там он бензобак пластиковый. Так, подкрылки. Ворс спереди. Как видите. Тормоза дисковые спереди. И дисковые сзади. Так, и здесь тоже ворсовые, кстати говоря. Вот. Ну, машина реально тихо едет. Как вы слышали. Так, пойдем дальше. Так, ну вот. Прокатились. В общем, впечатления. Попытаюсь сейчас по традиции устаканить и рассказать. Потому что обычно после вот первой поездки проходит какое-то время и у тебя начинает складываться более такая целостная картина. Так скажем. В общем, катались мы сейчас вот на этой вот максимальной вот комплектации. 966-900. Много это или мало решать вам. но машина реально достойна. Ребята, вот можете еще раз говорю не верите, съездите. Сами попробуйте и убедитесь в этом. Ну, едет машина. Что говорить. Привыкать надо, да. Как к любому авто. По комплектации ну, давайте я вот вам просто проспект вот этот вот так скажем облетик такой вот сделаю. Вы там на паузу нажмите если что-то интересно будет и посмотрите что тут предлагается. Вот. Так. Так. Вот, да. Видно, по-моему. Так. И что там у нас еще есть? у нас тут характеристики технические. Ну, давайте тоже их посмотрим тогда. Врать не буду. Вот. Бумажка лучше меня обо всем скажет. То есть мы сейчас на 1,6 113 лошадиных сил катались на вариаторе. плюс вы слышали программы и скидки на эти автомобили. Так, а я буду выдвигаться в сторону дома и буду думать, слагать впечатление. Вот, если бы не патриот я бы наверное X-Ray бы этого взял. Вариатор в принципе мне понравился. Как он едет. Вот. Но опять же я не знаю машина не обкатана. Вот робот на Vesta с мотором 1,8 мне показался бодрее. Как-то он как бы это блин сказать. Вот там характер какой-то у него интересный такой. Вот он зацепил. А здесь вариатор просто едет и все. Вот он едет плавно. Ну и все собственно говоря. Динамика есть. Я думаю что ну за 12,5 секунд раскочегарить его можно до сотни по ощущениям. Как там по факту будет надо конечно измерять и на обкатанной опять же говорю что машине потому что ни вариатор не обкатан ни двигатель не обкатан ни тормоза ничего. 16 километров эта машина на которой мы сейчас ездили прошла. В общем в принципе неплохо и шумка шумка еще раз повторюсь вот они реально раза наверное в полтора по моим ощущениям ее улучшили машина стала тише реально тише. аэродинамических шумов как таковых нет ну вы сами слышали и арки не шумят везде ворсовые вот эти вот подкрылки стоят мягкие плюс еще днищу на пороге такие же укреплены полосы чтобы камешки не стучали машина интересная но как семейный вариант как уже многие отмечали если у вас есть дети лучше конечно Vesta SV Cross она будет предпочтительней потому что там места больше по ширине она чуть-чуть побольше и сзади у нее на заднем ряду место вагон багажник опять же больше а X-Ray это для двоих наверное для одного для двоих вот так вот вот я если бы выбирал между SV Cross и X-Ray между Vesta и X-Ray в кроссовом исполнении я бы взял конечно X-Ray мне больше нравится кроссоверная внешность и поскольку передвигаюсь я в основном один то мне как-то это простор в салоне для меня большой роли не играет но единственное да вот Patriot то что он просторный я конечно мне это конечно нравится потому что воздуха больше меньше устаешь меньше давит на тебя но в X-Ray я в принципе тоже бы комфортно себя чувствовал как собственно говоря что и было раньше там я сейчас поймал себя на мысли когда на новом прокатился X-Ray что раньше на старом X-Ray я уставал больше от шумов от жесткости подвески наверное вот это больше было от переключения постоянного если допустим у Patriot передачи более эластичные то есть здесь пятую включил и можно в широком диапазоне двигаться то на двигателе меньшего объема так скажем это сделать без последствий для мотора делать это нежелательно вот так скажем и ну опять же динамика там будет страдать если его в натяг крутить вот поэтому а вот тут как-то честно говоря комфортно ну в общем скажу так итог итог вот такой будет X-Ray с вариатором хорошая такая спокойная машина для комфортной езды вот без каких-либо претензий на оригинальность да рулежка стала острее она кстати он рулится лучше чем Haval который мы недавно обозревали вот это реально это факт с этим не поспоришь там никакой X-Ray нет и у Vesta кстати говоря тоже ватности очень все прогнозируемо очень четкий руль такой острый мне понравилось кренится в поворотах кстати говоря X-Ray но кренится опять же в пределах разумного то есть машина высокая если его зажимать дальше ну это будет опять же сказываться на при длительных каких-то перегонах поэтому поэтому я считаю что нормально но Vesta гренится меньше в общем в общем у Vesta короче больше характера в движении X-Ray вот он красивая спокойная такая машина обычная так скажем которая в принципе дает комфорт дает уверенность машина на каждый день машина для дела внешне красиво выглядит и едет достойно то есть как вот в классе в среднем по больнице наверное вот она вполне вполне себя зарекомендовала с хорошей стороны вот такие у меня мысли ну а Патриот это Патриот пересел я на Патриота и слезать с него пока не планирую машина очень достойная вот как-то так в общем друзья до встречи на канале всем пока удачи не так вот они в не связи с вера они в в и а